Главный календарный праздник скоро настигнет Бобруйск. Эти декабрьские дни для многих самый долгожданный и яркий момент в году. Когда хочется еще больше времени проводить вместе, улыбаться ярким огнем любимого города, общаться с друзьями и вдохновляться антуражем нового года. Главное, чтобы ничего не испортило праздник. Безопасность можно не сомневаться, городские власти обеспечат. Но и сами граждане должны следить за собой и, конечно, за своими детьми. В этом и состоял главный лейтмотив Дня информирования. И помните, что если все-таки что-то случилось вот такое, надо действовать быстро и четко. Сотрудники МЧС и Освода пришли в гости к работникам территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска. Спасатели рассказали, какие меры предосторожности пригодятся при использовании петард и фейерверков. Охранники водоемов и рек напомнили правила пребывания на льду и как оказать первую помощь пострадавшему. Не обошли вниманием и финансовую безопасность граждан. Второй момент, который у нас тоже бывает с банковскими картами. Мы все время говорим об этом детям, но не стоит забывать и взрослым. В банкомате, когда по рассеянности оставляют свои карточки, там везде написан номер, по которому короткий, по которому можно позвонить, если вдруг кто-то оставил. Обман в сети. Каким средствам массовой информации все же стоит верить, а каким нет? И почему не нужно вестись на лживой сенсации? Тема фейк-ньюс также обсудили с сотрудниками булочной кондитерской компании «Домачай». Если мы говорим сегодня про республиканские средства массовой информации, то поверьте, то, что сегодня идет с государственных средств массовой информации, эта информация подтвержденная. И на сегодняшний день там нет лживой информации. Еще одним важным вопросом встречи стала тема белорусских традиций. Затронули национальные суверенные праздники и их значимость. Спасатели в очередной раз напомнили о ценности человеческой жизни. «Это очень важно для нас. Мы все послушали, приняли для сведения новые какие-то моменты жизненные, ну и сделали определенные выводы для себя». Единый день информирования, как никакая другая форма, помогает властям и руководителям взаимодействия с трудовыми коллективами. Оперативнее решать насущные вопросы. Сама же информация из уст авторитетных людей вызывает неподдельный интерес у самих работников. Анастасия Шевцова, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Бобруск, 360.